Мы сейчас по плану, вернее я хотел по плану, показать онборд, предоставлен Мишей Скрипниковым, больше никто ничего не привез, поэтому смотрим только его, тут два кусочка там по три минутки, этот же кусочек под запись, вот этот же кусочек еще раз запустить, только с записью. Да все равно какой, у нас записано. Хорошо. Правый два крота длинный, 50. 50, правый один. 20, правый пять. На левый три. На правый три, 70. 70, правый два, на левый два. 70 прямо. Левый один, на левый два, круто, внимание. На правый два. Плюс левый один через трамплин, 20. 20, левый два, на правый два, круто. На правый три, 20. 20 трамплин, на правый два, круто. Плюс левый два, плюс левый два через трамплин, 70. 70 прямо. Левый один через длинный трамплин, на левый два, круто. На правый два, круто. На левый два, 20. 20, левый 4. Правый один, 50. 50, правый два, на левый два, через трамплин, 20. 20, левый три, круто. 50. 50, правый два. 50, левый два, на трамплин, 50. 50, левый два. Правый два, на мост. 50, левый два. Левый один, 70. 70, трамплин, правый, 5. Скажите, пожалуйста, в финальной части заход на мост. Там совершенно как бы явный такой подброс. Здесь не прозвучало. То есть, в финограмме нет. Сделано, то есть, вот как, каков подход был? Я думаю, там не будет подброса. Но еще раз повторяю. Это вот, ну мы предвидели это. Вы понимаете, я не пишу, может быть, что-то, то, что вы будете писать. Это возвращаясь к тому, что финограмма на начальном этапе, она будет очень подробной. Ну, подброс, допустим, даже если. Вот он у меня не отложился, что там будет подброс. У меня отложился, что там будет правый два. А визуально я вижу, что этот правый два, вот он на узкий мост. То есть, что можно написать правый два на мост, опасно внизу речка, там еще чего-нибудь написать. Но, значит, я не увидел, что этот подброс как-то кардинально повлияет на траекторию движения. То есть, там все просматривается, там нету за трамплином повороты, где вы прыгаете, и задача куда-то приземлить. Возвращаясь к вопросу, а можно ли поехать по моей синограмме? Можно. Но только вы будете на каждом повороте задавать вопрос, что тут написано, что тут написано. Такой термин «прямо». Вот это серия поворотов, которые при, опять же, при любых погодных слоях, даже если это туман, при правильном выходе из поворота вы едете прямо и не строите никаких траекторий, ничего там, не переставляете автомобиль. Вы просто, это очень много таких позиций в горах, в горных гонках, когда у вас идет линия поворотов, а вы прямую линию строите и привязываетесь к следующей наиболее, ну, будем так сказать, рабочей позиции, там, где вы действительно уже будете работать. Тем самым вы выкидываете порядка, там есть случай, когда там порядка 5-6 позиций, просто там пишем 150 прямо. Зачем писать право 1 на право 2 на право 1 на право 2, если все едется прямо, как прямая дорога. Это вот те нюансы, это те нюансы, которые всегда ищутся компромисс между вот расстоянием, траекторией. С какой целью вы при чтении повторяли метраж после позиции или до позиции? Значит, сейчас вот Алексей читает для того, чтобы, ну, наверное, если бы он, если бы ускорить записи, он читал, там, ну, как бы, проимитировал бы его режим, ну, наверное, тогда вам тяжело было бы привязываться к картинке. А он читал для того, чтобы вы могли понять, что вот это право, здесь 20, там, здесь 50. Ну, чтобы... Нет, зачем, повторяю метраж. А, метраж. Да можно не повторять. Ну, можно не повторять, это как вы договоритесь, еще раз повторяю. Маленький метраж я не повторяю, а большой обычно повторяю, потому что с теми людьми, с кем я ездил в последнее время, они просто забывают. Ну, когда мы ездили, мы приходили к мнению, что мне повторять не надо. То есть, все, он мне сказал правый, там, 4, 20, все, мне не надо, говорит, там, или там 100. Но для себя и для собственной безопасности лучше повторить. Главное, чтобы водитель однозначно понимал, это повтор. Да, да, это опять же результат скатанности ваш. Мы пришли к такому ловоду, что если это не мешает, то это допустимо. А когда это начинает наслаиваться и вносить сумбур в голову водителя, тогда повторять не надо. Более того, мы договорились раз и навсегда однажды, что если я не заканчиваю чтение позиций метражом, это говорит о том, что это идет длинная связка. То есть, эта связка будет продолжаться до тех пор, пока не появится в конце метража. Потому что иногда, когда связка стоит из 8, из 10 поворотов, очень сложно, как бы, а здесь все-таки он находится в некоторой строгости. Вопрос его сейчас прозвучал о моменте выдачи информации. Да, точно. Когда она выдается? Опять же, нет шаблона. Она будет выдаваться, ну это можно нарисовать после экрана, она будет выдаваться раньше, либо позже. Следующее, понимаете, да, раньше, либо позже. От, первое, от скорости подхода к повороту, от покрытия, от ширины поворота. И от собственного метража. И от собственного метража. Все. И вот эта точка, вот эта точка, она будет двигаться до вершины, либо раньше, либо чуть позже, чуть позже. Например, если после этого поворота, там, правого, 4, а он уже и так идет на торможение, а дальше левый 6, там, конечно, пилька, то он может себе позволить чуть-чуть вывалиться и продиктовать этот левый 6 в вершине, либо перед вершиной. То есть, там же скорость маленькая, и вот, водитель все успеет сделать. А если за этим, там, правым 2, 20 метров, а еще такая же двойка, а перед этим у вас был ход, там, 200 км в час, то, естественно, он это сдвинется очень, еще раньше. До этой правой двойки он вам еще раньше скажет про левую. Будет изучать правый 2, 20, ну, может быть, на левый 3. Но даже если он не скажет на левый 3, важно, где у нас становится 20. И где он дальше добавит левый 3. Если он добавит в вершине этой двойки, где у меня скорость 200, естественно, мне будет тяжело попадать в следующий поворот. А если он сдвинется так, что я получил информацию и буду строить уже траекторию того поворота согласно построенной траектории первого поворота, то у меня это не будет мешать. То есть, в связке, в связке мы всегда говорим, что у поворота есть дуга входа, есть вход, дуга выхода, есть выход, а у связок есть вход, также есть и выход. Первый поворот всегда в связке, если это из двух поворотов, мы расцениваем как вход, и вся задача, вся задача работать на выход, на второй поворот. Поэтому в первый поворот можете въехать, вообще стать чемпионом мира по прохождению его по скорости, но во второй вы уже не попадете. Поэтому всегда нужно думать о том, как можно раньше, как можно раньше начинать ускоряться. Как можно раньше. Если связка из 20 одинаковых поворотов между ними расстояние, значит вы должны найти такой темп, чтобы у вас каждая ошибка в каждом повороте не суммировалась, не суммировалась, чтобы где-нибудь к четвертому повороту желание проехать каждый последний поворот все быстрее, быстрее, быстрее не превратилось в вылет на наружную часть. Просто есть вещи, которые не надо жадничать, надо просто стараться даже в связках, где нет метража, чтобы была динамика торможения, динамика разгона. Сброс газа, маневр, разгон, тут же сброс газа, маневр, разгон, тут же сброс газа, маневр, разгон. Ралли Кипр, вот это примерно так. И сразу такой нюанс по поводу тумана. Вот мы, когда сталкивались, в Бельгии ездили, Лойк говорил, что мы говорим, а что с туманом делать? Он говорит, а под туман надо писать свою стенограмму. То есть они, например, знают, что в каком-то регионе будет туман, и они, значит, ее как-то какими-то значками, либо добавляют больше метража, больше ориентиров, дописывают на всякий случай под туман. Обещали поднять тему про изменение погоды, когда пишется как бы по-сухому, а погода резко меняется. Только визуально тоже, не отметите вы. То есть вы, опять же, вы описываете реальную ширину дороги, которую вы можете использовать. И вы пишете по дождю, вы не можете написать дождевую траекторию. Так же, как вы пишете по сухому, вы не можете записать только сухую траекторию. Вы придерживаетесь принципа, опять же, все прохождения поворотов снаружи, внутрь, наружу. Снаружи, внутрь, наружу. Все, что мешает этому делать, вы все оцениваете визуально. Ну, я имею в виду атмосферные осадки. Потому что если камень там растет, скала уже там тысяча лет, то она и растет, и ее есть смысл записать на дороге. А если вдруг неожиданно пошел дождь, как вы можете понять, где у вас будут лужи? Или записывая по лужам, может быть, через 12 часов будет плюс 30, и все высохнет в тех же горах. Поэтому, или там на ралли Монте-Карло, одевая... Или кого-нибудь секрет, там уже слики, и поднявшись наверх, вы сначала попадаете в дождь, потом в снег, потом в лед. Потом спускаетесь в дождь, снег, лед и сухое опять. Еще вопрос есть по поводу использования привязок. В данной стенограмме прозвучало правые два на мост. То есть, вот в плане использования именно привязок, каких-то ориентиров, то есть... Ну, на мост, в данном случае, на мост, это значит, говорит о том, что там достаточно узко, что я не могу использовать никакую обочину. То есть, это говорит не о том, что я боюсь этого моста, а что у меня нет возможности, даже не на ошибку. Я не могу использовать в полной мере обочину, будем так говорить. Ну, это данный конкретный случай, а вопрос-то более общий. То есть, вот именно про привязки, которые используются в стенограмме. Ну, это не привязка, это нет, это не... Ну, например, привязки можно использовать, когда у вас прямая 500 метров, там, или 300. Ну, и там вы разогнались, там, 220 км в час, и все-таки это самая трудность с такого хода выбрать точку торможения, либо, ну, увидеть поворот. Особенно, если такие позиции, как с дороги, есть такой у нас еще термин. Допустим, когда основная дорога, там, легкие повороты, очень быстрый ход, и вдруг вам надо с дороги съездить. И этот съезд, допустим, правые 5 с дороги, или правые 4 с дороги, его очень плохо видно. И здесь вот, ну, иногда, да, там знак 20, правые 5 с дороги, допустим. Ну, это вот только для того, чтобы не надо лепить эти привязки, где надо и не надо. Вот, если мы запишем стенограмму в чистом виде, как ее запишет водитель, условно говоря, там, давайте, правый 4, без этих, да, 50, левый, 3. Вот это то, что нужно водителю. Все остальное ему по барабану. Вот, и он так и запишет. И дальше я для себя делаю следующее. То есть, если позиция находится перед поворотом, я использую надстрочное пространство. То есть, я, вот у меня бы это выглядело вот так, моя строчка, что на входе в правые 4 два знака. В вершине левого 3 примыкание. Правые 4 в средине мост. Давайте, 50 вот здесь пусть будет. И на выходе из левого 3 какой-то знак. То есть, прочитается то, что я подчеркнул. А это мои привязки. Это мои привязки. И я не могу, мне сложно потеряться. Дальше, это, вот это наверняка, это позиция легенды. Так что, потом я за бокалом дешевого пива могу здесь, буду написать позицию из легенды. Что очень важно для пунктов связи, для медицины. Да и вообще, если вам говорят, что на дороге разлито масло, оно вам скажет, что оно разлито между 9 и 10 позицией легенды. Человек, который не внес позиции легенды, существенно, грамму, он по этому маслу всегда и проедет. Продолжение следует...